сижу в районе аэропорта самолет пока еще не прилетел возможно задерживается ну и тогда уж по ходу дела запили ролик на тему несостоявшегося боя между федором емельяненко и мэттом метрионом который я вчера ждал до 3 часов ночи ну по нашему в три часа ночи по москве в 5 вот не спал в три часа ночи включил и тут объявляет чтобы он не состоится по причине что дмитрий он попал в больницу значит как оказалось у него это самая мочекаменная болезнь то есть возникла боль в почках буквально канули за деньги большая боль не было вот а потом уже прям непосредственно там перед боем где-то он значит почувствовал уже явно уже усиленно усиленные боли и вот пролив в больницу провериться но и обнаружили что его камень вот так что что такое камни в почках это конечно всем известно это боль похлеще чем зубная даже причем это такая скрытая болезнь на неожиданно может вылезти от каким-то причинам да вот при старту волнения ли что-то в общем это выскочила такая штука естественно бой при этих условиях проводиться не будет вот и предполагается сейчас как они говорят что на умеется через два-три они значит собираются повторить этот бой потому что это самое как бы но теоретически он может оклематься но я тут прочитал заключение врачей который ну как бы специалистов этой области говорят что ему 38 лет и при такой болезни в принципе уже просто-напросто ему желательно это заканчивать своими выступлениями и есть большое сомнение что значит врачи его как бы допустят до следующего боя через два-три месяца вряд ли он это будет готов поэтому сейчас ведется разговор что уже ведется разговор что возможно будет замена на другого бойца какого-то ну причем федор отказался от замены ему как бы хотя это не планировалось то тут же вызвалось три бойца которые как бы с удовольствием подрали с федором это значит чел сонан тита от ортис и кинг-мо лаваль причем сонан и ортис они должны были биться в рамках белла таро их готовились к боям соответственно друг с другом да но тут раз выпала такая возможность подраться с федором естественно него бы захотели с федором потому что как бы это более для них престижно потому что бойцы хоть и раскрученные известные уже давно дерутся да вот ну правда они дрались в среднем и полутяжелом весе то есть легче федора по возрасту они такие же даже старше 1 40 другого 42 года то есть постарше даже федора то есть как бы все нормально я удивляюсь почему федор отказался от этого от этого и замены ну как бы он мотивирует тем что его он типа готовился к метаметре он у вот вся подготовка к этому велась а то вдруг это ну так а с другой стороны эти ребята тоже готовились друг с другом они про феде так как бы на феде и не рассчитывали то есть они тут в абсолютно равных условиях и те готовились он готовится другим бойцам но те почему-то с удовольствием согласились свое предложение выставили и этот самый владелец этот кокер этого белла 2 как бы тоже не против был феде от феди все зависел в офиге отказался и мотивировал что типа да он это это все другого хотя помню в интервью предыдущие когда он как бы это еще до своих поражений дрался он всегда такой сухомылочкой такой ехидненькой говорил там не пофигу я вообще не смотрю к с кем драться мне пофигу с кем это самый нас с кем договорятся с тем буду я даже не смотрю их бои мне до лампочки тип такой крутой что это чем вы питаетесь когда вы спрашивали он начинает я люблю там блинчики с медом пельмешки там то 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 ну конечно да типа тип на допинге он никогда не сидел получается когда вы не проверяли конечно вот ну и это короче такое ощущение что фиде немножко притрухал когда ему предложили такую замену но фиг с ним имеет право отказаться конечно имеет право да вот я вообще удивлен и удивлен сильно потому что ну кто такой мэтт митрион про него я вот услышал только вот перед боем с фиде когда объявили вообще не известно никому было особо-то сон он как бы и ортис и кинг лаваль киньмо лаваль они довольно таки уже давно дерутся как бы раскрученные каждый из них был в свое время чемпионом чего-то там как бы тогда там страйк форса там беллатора там резина какого-нибудь это японского ну как бы известные люди лаваль вот дрался в шестнадцатом году последний раз с этим с мир как рокопом да ну довольно таки неплохо дрался интересный такой высокий негр двухметрового роста 36 лет вот интересная техника у него своеобразная такая очень было фильм интереснее посмотреть причем он базовый борец вот интересно было посмотреть бы как они поборолись бы с фиде себе захотели да вот ну так что я удивлен сильно было три интересных чувака на замену очень интересно чувака и почему не подраться свет фиде вроде бы подготовился все выходил на бой ну полностью готовым смотри он его тут вдруг это перепугался что-то так резко хотя я думаю метре он как бы уже вряд ли выйдет с такой болезнью врачи себя говорят я думаю вряд ли да вот и скорее бы сиди на самом деле воскреснуться бы из этих троих вот это вот это уже было бы показателя только это метре он хрен его знает не убедительно почему я в свой предыдущий прогноз 50 на 50 как бы непонятно и что и федя показал что не у не очень-то это уже не котируется современным ммэй то есть бороться он уже избегает как после того как он это сам побывал под бразильцами сейчас резко это самое что-то из борьбы стал избегать ну с нормальным бойцами естественно на руках он вообще отчетом я не знаю не не прогрессирует нисколько не прогрессирует но это неудивительно что он здесь там варится в собственном соку со своими там этими учениками своими старыми тренерами которые давно уже это самое так сказать отстали от жизни в боксе нисколько не прогрессируют 8 дана показать опять же эти размашистые свои боковые ног уже все про них знают его эту технику специфическую да вот и хотя удары вроде бы и быстрые но мальдонаде приходились практически все удары по защите учитывая процент нанесенных ударов все практически по защите ли или вообще мимо мальдонада красиво делал нырки и уклоны что федя между прочим делать не умеет вот и почти все удары избегал в свою очередь нанося несколько меньшее количество ударов они почти всегда проходили федю поэтому было бы очень интересно посмотреть вот с этими вот старичками ортизом и лава любите лавай ладно еще относительно молодой но сонанным и ортизом было по очень интересно посмотреть ну ладно вот ну еще чё там было этот токов как его анатолий токов кажется да ученик федора дрался вот на этом турнире вместо федора не дрался а другом весе 81 килограмме помню вот и типа это выиграл у бразильца да ну выиграл я бы сказал некрасиво мне это не понравилось вот во первых я вообще хороший боец конечно я как говорят в раму в луч сейчас в россии как бы в своем весе да тут он недавно хоть чемпионат в россии там очередной выиграл у известного какого-то кавказского бойца магомеда или магомедова ну не помню фамилии его но тоже крутой боец какой-то такой очень крутой который обладает отличной борцовской техникой такой коренностынки такой сильный и боксами неплохое борьба уж там говорит вообще тем более вот но он у него выиграл причем борьбой выиграл что интересно ты токов да хотя два раза его бросали конкретно так но твой в очередной раз когда этот магомед или магомедов бросил да вот он как-то умудрился ему вывернуть руку ну и на излом додержал его в партере и тот сдался сдался то есть но я так посмотрел думаю нифига себе кавказа победил в борьбе ну крутой чувак на самом деле ну и тут вот с бразильцем значит бразилис вообще хоть неизвестными тоже такой середнячок видимо там этот велаторский вот выразили всего это выявил на борьбу ну и к тому не барахтались в этом самом в партере причем бразилис внизу было не любит это дело да и он у два раза конкретно гильотину там прямо на руку так прихватил конкретно один раз практически я думаю все уже токов каким-то чудом каким-то чудом просто это ну избежал вырвался да вот хотя два раза уже прям конкретно прихватывали так красиво причем вот мы и дальше начинают стойки бразилиц его опять нечто вынуждает лечь это самое в партер вот мы короче как они часто делают значит ничего не станет бразильская борьба и бразильская джиу-джитсу тут все уже давно ясно ложится на спину а это токов конкретно прямо пыром пыром с ноги по прямой не по боковой обычная там если пинает по ногам но по бедрам там сбоку да и как боковой дарю он между ног пыром как за сандалит прямо по этим самым да по текстула него бразильским офиген бразилица что офигел сам судья то никто ничего не поймет и при этом комментатор на терра российский комментатор убивает к своей тупостью и наглостью и вообще 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 непонятно неужели вот люди которые смотрят здесь смотрят много специалистов которые как в этом разбираются я тоже разбираюсь хотя не борьбой а занимался ударным единоборствам но как бы я уже много лет смотрю и разбирать в этих делах я знаю что значит случайно ударить по этим по яйцам или случайно ударить особенность такой позиции чем показали эту эту но этот момент показали с разных камер с разных сторон заметно там было видно отлично что удар шел конкретно в цель между лог по прямой там бразилиц был неподвижный тонн нельзя было сослаться что он как-то перед ударом взвернулся ли что-то нет он все нормально жал и там ожидалось ну что он будем бить по бедрам но пожалуйста бей это обычная история да но тут он конкретно носит удар причем пырым как игра в футболе по мячу и типа это и как бы ничего да ну комментатор тупорыл и там естественно еще на с бразильцем поиздевался вообще-то убивает конечно вот эти вот русский комментатор убивает просто убивает уже сколько его смотрю последнее время это грома раз вот если бы на английских переводили бы да я не знаю ибо разорвали на части там в америке за такие переводы ну ладно не в этом делом вот ну и это вы после этого не встают поразилища похоже не очухался он такой удар был конкретники да не случайно конкретно прямо причем же товарища знает как бить в пахта с каким углом и как ну и все и в конце кантан через несколько секунд ситуациям будем попадают значит он значит падает закрывается но судья остановили там технический нокауте в хотя фиг узнает там был технический нокаут он закрывался конечно похоже паховой боли это сам не пришел себя в общем победа очень некрасивая токов очень некрасиво победил вот в борьбе он оказался ну практически еле избежал причем в перерыве там на в первую рамду феди мы прямо там показывать близким близко едем кричит ты не лезь бразильцам борьбу ты чего не понимаешь бразильцами нельзя бороться упрали феди молодец два раза попробовал с бразильцами бороться понял что это дохлый номер самбо никакая не прокатывает поэтому он его тоже так не борись мы видим и подсказали мы заранее взносу чего там из чувствуешь ничего не получается ну бей по яйцам вот так он и сделал общем-то говоря ну короче вот такой это был он получился из феди облом вот и этот комментатор меня это самое просто это три часа ночи смотрю и раздражал от этой миссии дурацкими комментариями ну и федя тоже с ним поведением когда сегодня прочитал что отказался ночью было не согласиться бы три чувака его на выбор выбирая любого он 42-летний взял бы этого пердуна старого который уже прекратил заниматься да мы как бы никто по не осудил вот тут сам вызвался нет феди все-таки это я типа смотри он им готовился туда-сюда вот раньше такого небо от него не слышно было шмонкон да мне говорит все равно с кем я ни под кого не готова не смотрю как они дерутся меда лампочки вот ну ладно на этом наверное все это кто это самое кому понравился мой комментарий ставьте палец вниз а кому не понравился то есть ватника мне понравилось ставьте палец вверх или наоборот